Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе Течо, Течо узнал, ну в смысле знал, что мы соберем все-таки лайки эти и, короче, он решил рассказать ему сразу! Да же, через минуту после того, как мы сняли видео! Короче, строим такую схему, прыгаем на них 10 раз, нажимаем на Shift 100-500 раз и вот у нас все получилось, мы можем идти по другой предмет. Берем и кидаем туда в центр верстон факел и смотри, Барт, они сами падают туда. У меня нет ГМ-ки, как мне залезть? Подожди, я башню буду строить. Поверь мне на слово, потому что туда падают факелы и наехнет в инвентаре. Вот это да! Давай подробнее рассказывай, как ты обещал. Я тебе дам верстак. Хорошо, объясняю, я... Давай, это мод Таункрафт. Таункрафт версии 4.0, чё-то там. Это парт, опять же, Дюп Таункрафт, который был во времени создания этого стола. Это Дюп был в самых первых версиях. Данный Дюп также может работать вполне с тинкером, с другими модами, со всеми модами, у которых есть свои верстаки. Объясняю, в чём прикол Дюпом. Ты бегай только перед камерой, пожалуйста, чтобы я тебя снимал. Ты же на лекции, давай. Объясни, я тебе... Да, да. А я твой ученик, я слушаю. Возможно, у нас этот верстак... Вообще, весь Майнкрафт, всё в Майнкрафте было разработано только для одиночки и двух-трёх игроков. То есть меня и тебя? Меня и тебя, и ещё, возможно, пару наших друзей, которые мы играем. А остальные не играют, да? Окей. Да, в Майн не был разработан для сервера, в Майн не был разработан для многих игроков. Этот верстак рассчитан на одного игрока. В чём прикол, когда другой человек открывает этот верстак, у первого человека не обновляется результат крафта. То есть ты что хочешь, можешь выкладывать в верстаке, но тебе результат крафта не обновляется. То есть, объясню сейчас, давай, алмазный блок, да, Барт? Смотри, берёшь Барт факел и заменяешь алмазный блок на факел. Огадай, Барт, что у тебя произойдёт? Вот давай, открыл, да? Вот давай, заменяй её, алмаз, наверное, стон факел. Угу. Алмаз пропал? Да. А, ладно. Ладно. Хорошо, значит, это ещё не всё настолько плохо. Ну, короче говоря, я рассказываю, о чём прикол. У нас не обновляется этот верстак. И это печально. У нас этот верстак не обновляется, если какой-то человек у него, то есть, если в него заходится второй человек, у первого человека, то есть, второй, например, человек берёт, крафтит предметы, а первый человек ещё может туда забрать результат крафта. Представляешь себе, Барт? Давай теперь ты расскажешь для вот самых маленьких, всё-таки, как нужно дюпать. Вот смотри, мы ставим верстак. Хорошо, короче, веря. Давай подействуем. Смотри, мы ставим верстак. Ты хочешь, 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 я заходим, то есть, заходи, всё равно, как бы нам это... Вот ты положил алмазный блок, у тебя там ресорт есть, да, алмазы? Да, есть. Смотри, я беру, захожу, и всё, захожу, и всё, ты можешь забирать алмазный блок и алмазы. Только сначала алмазный блок, а там алмазы. Через шифт или просто могу даже забрать? Просто можешь забирать, можешь просто забирать, как кажется. Да, я выкину алмазы. Так, забрал это. А вот просто алмазы уже нельзя забрать. Давай ещё раз попробуем, надо всё-таки через шифт. Нет, просто ты... Ну да, хорошо, через шифт просто... Так, я не в столе, да, мне не нужно смотреть стол. Открывай стол, открывай стол. Открыл стол. Всё, можешь забирать. А, то есть я через шифт забираю алмазный блок и алмазы. О, они остались даже там, даже не мекали, слушай. Да. То есть для дюпа нужно просто, чтобы второй человек заглянул в этот верстак, правильно? Да, даже можно второму человеку не закрывать верстак. Это не обязательно. Он просто нужно сдать в верстак. То есть, самый интересный бар, давай ещё поверим, вот мне просто это не интересно. Открыл верстак. Ну, открыл. Открыл? Угу. Смотри, я искал все алмазы, у тебя алмазы ставились, попробуй алмазы забрать. Нет, они пропали. Ну, ладно, это печально. Ну, это я думаю, слишком большой баг был бы, если так можно было бы делать. Да, если бы так было, ну, я надеюсь... Ну, смотри, давай ещё раз, то есть, по пунктам. Для начала кладём туда алмаз, потом второй человек заглядывает туда, первый нажимает на верстак и выходит, правильно? Да, то есть нажим... Не, может это же не выходить, может у меня остаться. А, и всё, и потом первый человек забирает и рецепт, и... А, нет, вот сейчас не забрал я. А, значит, надо выйти, хорошо. Давай, давай ещё раз. Можно надо выйти, хорошо. Я положил алмазный блок, вышел из верстака, зашёл в верстак, дальше. Я захожу в верстак, закрываю. И я забираю и алмаз, и алмазный. О, супер! Слушай, это же вообще изи. Ну, такой вот, в общем, дюб. Спасибо всем тем, кто написал комментарии. Было очень много. Спасибо за лайки, которые вы поставили. И вдруг только там будет два комментария и пять лайков. Я просто... Нет, пыль, пыль, пыль. Дополнится, а сами игроки уже дополнят. Нам ценен, да, каждый лайк. В общем, напоминаю, что есть под видео ссылочка, на которую вы можете писать остальные ошибки, которые вы знаете в Майнкрафте. Мы их будем снимать, показывать всем. В общем, все будут радоваться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Также я напоминаю ещё одну вещь, то что... Если вы хотите, чтобы я как-то другое дюб рассказал, как именно она работает с технической стороны, я всегда могу. Именно лекции вот такие. Если вам понравилась лекция с Тэчо, напишите, пожалуйста, хотим ещё лекции с Тэчо, чтобы он вот так вот рассказывал вам. Хэштег лекции Тэчо. Хэштег Тэчоучитель. Хэштег... Брайвис.су. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok